Итак, всем привет, с вами Дамгай, продолжаем играть за Османскую империю в Виктория 3, наш больной уже встал на ноги, он уже даже не совсем больной, и нам даже вместе с этим дали клаймы, здесь клаймы работают как раз таки как нацкорки, смешно, что они называются претензиями, но тем не менее, дали нам претензии на всю Грецию и на части Австрии, как раз таки венгерские, Троясильванию, это приятно, безусловно, потому что можно будет по дешевке забрать территорию, но в ближайшее время, пожалуй, мы с Австрии воевать не хотим, да, она не слишком сильная по качеству, она такая же, как мы, но зачем, нам завоевание этих парой территорий даст очень мало, это будет очень жестоко, нам нужно будет супер много мобилизовать сил, поэтому мы туда пока не пойдем. С Грецией немного другая ситуация, можно тут уже и подумать, что с ними сделать, если видите, Греция, господи, оборонительный союз с Эквадором, я подозреваю, что они в эти годы даже друг от друга практически не знали, проси обычного грека что-то в Эквадор, он скажет, что? Ну ладно, могут подержать другие страны, посмотрим, возможно, мы сделаем вот этим, а так, наши планы предыдущие были все спешно осуществлены, я здесь немножко занялся управлением новыми территориями, включил все эти области, ну, они будут какое-то время включаться, построим на этих новых областях, там есть новый ресурс, который у нас не было в нашем основном государстве, у наших и Анатолий не было, красительные растения, маковые плантации, банановые и сахарный тростник, ну, еще чуть-чуть хлопка, но это уже здесь было, вот эти ресурсы редкие, мы их подстроим, приятно, они надо будет импортировать, возможно, начнем их экспортировать, в целом на эту серию у нас основные задачи, это просто экономически вырасти, мы, потому что Танзимат реформировали, как бы нам ничего сейчас не угрожает, можно спокойно продвигаться, качать грамотность, качать экономику, думаю, мы еще, скорее всего, замаринетим в Египет, потому что у нас есть на это такое задание, я не знаю, что оно дает, надеюсь, никакое-нибудь говно, что-нибудь полезное, и, возможно, я бы замаринетил еще Персию, посмотрим, в любом случае, поехали, кстати говоря, французский рынок, смотрите, какой огромный, они, видимо, Италию, Да, включили свой таможенный союз, и это солидно, я бы сказал, Франция прям очень сильно выглядит, я рад, что у нас с ними хорошее отношение, мы даже можем сделать оборонительный пакт, я думаю, надо его заключать обязательно У них к нам покровительские отношения, ну, пускай, в принципе, еще нет-то, как бы, главное, чтобы они нас защищали, у них союз с США, было бы, конечно, бред, заключить союз именно, чтобы с нами, чтобы они потом нам помогали против Австрии, но пока как есть А еще у нас немножко не хватает конвоев, поэтому давайте их тоже достроим, смотрим, где здесь можем, можем в Египте, ну, давайте где-нибудь здесь подстроим Где у нас особо ничего не строилось, чтобы поднять как раз-таки, как это правильно называется, урбанизацию, вот Ну, давайте марионеткой Египтом займемся, может зайти за них только Британия, поэтому Британию мы не боимся Так, марионетка есть, возвращая, они добавили, а у них и маневров на то, чтобы Британию попросить зайти нету В принципе, так что удачи им И добавим марионеткой, ну и давайте военные репарации сверху, потому что это бесплатно, по бесчестью И потом еще, в принципе, их можно будет... О, они отступились, в принципе Готовая миссия, что это нам даст? Ничего? А? Ничего? Прикольно Ну, давайте возьмем Никто не может отрицать Но... Это миссия без... Бонус? Блин, это как-то смешно Ну, допустим, ладно Давайте что, нам бы вот этих парней интегрировать И вот этих парней сделать Смотрите, они у нас протектораты, их бы сделать марионетками и интегрировать Что-то там потом будет нефть еще Но, я думаю, это все можно... Может подождать немного Тунис, кстати говоря, тоже наш, да, протекторат Заниматься много чем есть Давайте, наверное, пока что вот сюда займемся Хотя здесь куча странных поддерживает, так что, наверное, нет А вот персия самое то 51 бесчестие Это мы можем вытерпеть Поехали, марионетка Россия может зайти за них, но Россию я не боюсь Британия, заперничество, пожалуйста, давайте не будем Давайте будем дружить Главное, чтобы слишком много не зашло Если Британия и Россия будет немного неприятно Все-таки Россия будет, ну, немного неприятно На всех случаях сделаем вот так Я был бы, в принципе, не против, если бы они Из-за страха решили отказаться Поэтому давайте подмобилизуем армию Чтобы они решили такие, ну, нахер и задались Чтобы Россия не успела их поддержать А, нет, Россия поддерживает персию Мм, ну что ж Россия Мирного решения не будет Давайте тогда займемся и Россией Смотрите, почему я беру Крым Потому что мы сможем высадиться сюда И сделать здесь новые фронты А вот тупит как-то много фронтов Вот, и с этого мы начнем устанавливать наше Черное море Только единственное, надо будет немножко рассчитать, что по войскам куда Плюс, возможно, немножко мобилизоваться Когда я говорю немножко, это я говорю всю армию Потому что, ну, у Персии тоже их немного солдат Сюда закинет Россия солдат, как и сюда Нам поможет высадка вот здесь Потому что здесь не будет гарнизонов, скорее всего Но посмотрим, как что Главное, чтобы они отсюда армию вывели Здесь нам достаточно будет защищаться с высадкой сюда Здесь нам нужно будет именно атаковать вот тоже с высадками где-нибудь здесь Ну и у нас еще немножко есть бесчестие Давайте добавим Армению Будем потихоньку здесь тоже горы забирать себе Потому что тоже будет нефть в будущем Рынок у нас немножко просаживается по ресурсам, но мы начали у Франции все закупать И артиллерию давайте тоже будем закупать у Франции Отлично, у нас с ним торговое соглашение Вроде как не отменялось, да Вот видите, вот здесь есть преимущество Мы когда были слабыми, начали с ними торговать У нас когда бюрократии не было Теперь у нас куча вот таких вот обменов Мы очень много чего там импортируем С 8000 зерна, господи, это очень солидно И мы смогли улучшить отношения Вот это нормальное применение торгового соглашения Когда же вы кучу всего экспортируете, я бы сказал, что вам это не стоит делать Все армии настроены защищаться Нужно еще немножко подождать, пока там мобилизуются все Но война начинается и Мы сразу же думаем о том, куда мы будем высаживаться Как я и говорил, нам надо высадиться в Крым Но, пожалуй, я бы сначала точно в Персию высадился бы По той причине, что Персия, это самое главное, замаринетить Крым и Армения, это уже второстепенные цели Ну и вот нас атакуют, очень неуспешно Просто очень 60-120 и здесь 40-90 При равных числах мы побеждаем абсолютно А вот и профессиональная полиция поехала Давайте сразу, ага, если тут выкачаем в скобочках Бюрократия у нас и закончилась немножко Но это окей Хотя в первый уровень уже приятно Выстка здесь есть Выстка неудачная, у них там есть гарнизоны Вау, редко такое случается Тогда давайте выстку в Крым сделаем Этот генерал у нас еще не освободился Сейчас подождем и потом сделаем еще одну Я даже проклял вот такая супер солидная битва С очень большим количеством русских войск Они продолжаются атаковать Ну, как я и говорил, берем, в принципе, измором Плюс параллельно Высаживаемся где-то, пытаемся Тогда бита все еще никак не закончится Тем временем Более того, она идет Одновременно в двух местах И вот я чувствую возможность атаковать И мы пробуем В принципе, они измотаны достаточно Вроде как, по ощущениям Можно попробовать И да, так и есть Несмотря на то, что, казалось бы, их больше На самом деле, в численных показателях их меньше И мы сможем пробиться А вот эта битва меня заставила вылететь Когда я ее открыл Недавно Я перезагрузил уже игру Поэтому кликать туда мы не будем, пожалуй А этот вот у нас Делает налезы на конвое Вот здесь вот И я надеюсь Что мы Здесь вот снабжение все-таки подбиваем Потому что здесь очень много российских войск Хотя Они, блин, они скорее всего здесь снабжаются Просто по земле Но я не уверен Мне кажется, они могут снабжаться по морю Потому что, когда мы наводимся вот сюда Есть снабжение у России Надо верить, что есть И, вот, хотя говоря Еще одна битва Вот это уже не очень Казалось бы Нет, на самом деле Нас больше Поэтому все окей Остаты те же Сейчас еще и мы Ответную битву получим Защитную Я тоже выиграем И снова пойдем в атаку И тоже Будет в плюсе у нас битва Да, так и получилось Отлично Кстати говоря, мы Как раз таки На ту территорию Которую нам нужно захватить И пробиваемся Так что Россия Достаточно скоро Ну как Не скоро, но Прогресс уже пошел Капа Здесь, видите, у них тоже войска Потихоньку заканчиваются Фактически Только бумажные остаются А вот здесь опять Какие-то приколы с битвами Одна битва здесь закончилась Другая еще не успела Так закончить Началась сверху Давайте поэтому Немножко посидим В обороне, пожалуй В обороне сразу все Намного веселее И вот Россия Они еще больше Сливают войск Здесь вот Поэтому давайте Можем опять попробовать Вот так вот сходить В принципе Здесь тоже, видите Неплохо истощаются Уже у нас преимущество Потому что там Реальных людей Слишком мало А здесь мы Вроде тоже пробиваемся Но нет, нет Слушайте, чуть-чуть не хватает Нам все-таки Статы поменьше Там прокнул Слишком хороший баф Окей И готовим мы уже Выстку в Крым Попробуем там пробиться Дополнительно У нас Вся игра полна битв Причем И войн Причем мы все еще Сидим в плюсе В позитивном Инвестиционный фон Благо Прекрасная вещь На самом деле Я бы даже сказал Что мы можем уже сделать Вот так И буду прав Бежу я возможность И опять Мы идем в атаку В принципе Все достаточно Просто у нас здесь выходит И Слушайте Вот это уже неоднозначно Победное Здесь все может еще поменяться Но в целом Как будто Как будто у нас все окей Мы сближаемся Но недостаточно Вот и пошел разрыв Все Да мы здесь еще больше пробьемся Но и здесь вообще у нас Супер пробитие Теперь этим войскам Стоит отойти Чтобы Не потерять дальше Слишком много Потому что россияне Уже перебросили сюда войска Открылся у нас Нитроглицерин Отлично Становимся мы Чуть ближе к нормальным странам Пожалуй Теперь у нас скорее всего Будут какие-то плюсы Да лишние Но мы вроде как Экспортируем Так что нормально Или нет Или нет Нормально все Окей А здесь сломался фронт Очень неудачным образом И нас успели Атаковать Пока я смотрел На что-то другое Нужно Сейчас вот сюда Перебросить войска Пока там никого нету Давайте сделаем Срочно вот так Вот отсюда 80 мы еще Перебрасываем сюда Заимет это Некоторое время Теперь какие-то территории Русские отбить Но За счет Зайдет эта армия И будет отбивать их обратно Ага Смотрите Давайте Серье вот так Там внезапно оказалась армия Нормально Манипулируем фронтами Успешно И в принципе Потихоньку Пробиваем Самое главное Мы держим Казусбеля здесь И частично здесь Так что Все ок Ну и плюс Видите здесь Здесь тоже потихоньку Пробиваемся По сексе Говоря уже Займы берет Персия вообще Уже в долгах Все Ну для меня Это хорошо Потому что Джассия наш Соперник Здесь вот В черном море И Персия Ну без разницы Она будет нашей Мариинкой Которую мы позже Просто присоединим Высказки здесь Персия все-таки О Не ладится В скобочках Опять навелся Игра вылетела Неприятные моменты Надеюсь Это будет уникально Только для Этой войны Там мы пожалуй Больше не наводимся Никогда И не пытаемся Высадиться никогда Закончится Война с Россией В России отступят Из Персии В принципе Персия вся капнет Я в принципе понял Почему там есть У нас гарнизоны Потому что здесь У персов вообще Нет войск На границе Они все в гарнизонах Как раз таки Но ничего Сейчас мы заставим Русских Выйти из войны Белый мир Предлагают нам А Удача Удача ребята С вашим белым миром Ой А что случилось Персия пожалуй Пожалуй Все Пора А там смотрите Там все просто Вся армия Вся в гарнизоне Находится Что ж Пора Наступать И теперь Они почувствуют Всю мощь Османских пушек Легендарных Хотя конечно Они защищаются Пока неплохо Но У них ресурсы Очень ограничены У нас же Они намного больше Поэтому Они устанут Защищаться В один момент А мы пока Можем попробовать Выйти в колонии Какие то Чтобы потом Африку Поколонизировать Почему бы Собственно говоря Нет И с этим Немножко Поменяем Наши группы Во власти Видим опять Все нормальное Правительство Кстати без этого Дебафа неприятного Вставив Вот эти вот Потому что Промышленники Тоже толкают Колонизацию Какие вооруженные силы Но они Лучше В правительстве Находятся А вот и первая Территория Захваченная Персидская Но далеко не последняя Видите Они истощенными Входят в бой Потому что У них этот Один фронт И его Им Обновлять Не получается У нас же здесь Куча разных фронтов И мы Завыполняем войска Очень быстро Плюс Зарплаты у нас Большие Это плюс Вставление боевого духа Которого у них нету Смотрите-ка Селяна мне нравится Это все Ладно Ладно И захотели они Принять закон Запрет рабства Давайте пока Есть шанс Попробуем Хотя сейчас Чувствую У нас Вот эти ребята Забухтят В связи с этим Я даже отменю Пару потребительских налогов Чтобы у нас Был Максимальный баф На Минус срок Утверждения Чтобы как можно Быстрее Попробовать Попробовать Ведь шансы есть Вполне себе Реальные Так А вот этих ребят Мы хотим Приспалить силу Потому что Они хотят запрет рабства Ну нет Нет Они все-таки Видите Успели забухтеть Так что Придется отменить Читая листов Мы получили Но по факту Мы получили Вот эту революцию Которая будет Сейчас очень долго Спадать Ну Хоть персы у нас Все отлично Потихоньку Мы закрашиваем Пока что Еще не хватает На то Чтобы персы Сдавались Но В целом В один момент Придет Кстати Мы получаем Опять-таки Сного Обновили Наши репарации От России Теперь уже 25 тысяч Несомненно Приятно Смотрите Они начали Проигрывать Прямо полноценно И теперь Они опять Статус-коп Хотят Ну ребята Ну вы шутите Вот это Статус-коп Похоже Ну и вот Отлично Есть Насер Персия Тоже Персия Нам платит Репарации Марионетка Ух как Приятно Ну ребята Ну вы Вы пытались От России Мы откололи Кусочки От персии Марионеткой Сделали Сделали Египет Марионетки Мы теперь Уже так Ну выглядим Солидно Солидно И экономика У нас уже Растет Это Приятно Видеть Еще я начал Немножко Делать Картины Потому что Я люблю Их продавать Они очень дорогие Очень выгодные На них Нужно Очень Немного Людей При этом Товар этот Очень хорошо Покупается И эти люди Стаются намного Богаче И смотрите Спрос растет Спрос растет Появился новый Товар Появился На него И спрос И нам Как-то Подбить Власть Аристократов Подбить Власть Этих Безумных Губернаторов Поэтому давайте Из автократии Мы выйдем В голос Землевладельцы Они это Не Пытаются Задушить Как олигархии Допустим Или другие Законы Так что Это нормально Это немножко У нас Авторитет Убавит Но это пыль На самом деле У нас Все равно Плюс Все нормально Лежит Добавить На плюс Размер Правительства Это приятно То есть Легитимность На среднем Должно быть Больше И Как бы Ведет Выбор Будем Смотреть Что Будет Происходить Самое Главное Аристократы Видите Будут Разделять Свои Бафы С другими Группами Какими-то А значит Их Леяние Должно Будет Подупасть Вообще Мы откроем Вот эту Штуку Которая Должна Нам Дать Хороших Лидеров Для Разных Групп Если Очень Повезет То В теории Челы Будут Хотеть Работроговство Тоже Сменить Но Это Не точно И у нас Очень солидно Растет Инвест Пул И это Значит Что нам Нужно Еще больше Строительных Секторов Как бы Да Уже Наступила Пора Ну и Пора Снизить Налоги Поднять Зарплаты Думаю Мы уже Можем Сето Узвать Оба А вот И голосуют Землевладельцы И смотрите У нас Появились Партии И у нас Губернаторы Потеряли Власть Как я и говорил Возможно Они ее И получат Еще потом После выборов Но На данный момент Она у них Меньше Другой вопрос В том Что мы Как можем По партиям Сделать Ну и в принципе Текущая партия У нас Самая нормальная И так Известно Голоса Смотрите Вот эта партия Консервативная Набрала Большинство Можно попробовать Их переставить А можно оставить Вот так И это будет Очень легитимное Правительство Что меня В принципе Наверное Пока устраивает Вместе с этим Мы сможем От религиозной школы Отойти К государственной И пожалуй Я бы это И хотел сделать Чтобы Додушить Консерваторов В виде улемов Кстати Включаю Вот эти стыды Потому что Ну в принципе Пора Можно было бы В теории Аннексировать Египет С него Может дойти Россия Опять таки Но давайте Пока подождем В принципе Россия Может зайти Даже несмотря на перемирие По классике Вопрос Сколько это будет Длиться еще Два года Давайте Не будем Спешить Репарации Обновлять с Россией Тем более Вещество Пока еще Не все упало А здесь Пожалуй Вот так У нас Наконец-таки Уровень жизни Начал расти Солидно Уже 13.4 В свое время Было около Десятки Если правильно Помню Ну на это Сказывается То что мы Удешевляемся Кстати картины Смотрите Эх Картины В цене Прекрасно Всегда Этому Рад Ну и плюс Большая часть Людей Переходят С крестьянов Рабочие И получают Уже зарплату Блин Вот у меня Губернатора Губернатора Минус 11 Дают Вот с таким Правительством Это кстати говоря Школа у нас Убила Но я сейчас Переставлю Обратно Я хотел Проверить Еще где-то Хотя бы Чуть Какой-нибудь Вентик Или что И мы Очень по жесткому Сможем Пропушить Наши законы Россия Там с Британией Кстати говоря По жесткому Воюют За что Это За Биконер И Калабрио В Мексике А нет Ладно И в Италии Окей Ладно Италия Хотя бы Не Мексика И я думаю Нормальный Это момент Для того Чтобы Грецию Что ли Съесть Давайте Попробуем Успеть Под конец Этого Этой серии Дохавать Грецию И там Еще Черногория За них Вошла Если она Не выйдет То еще Черногорию Конечно же Он Можно Сербию На нашу сторону Кстати Говорят Переманить Но это Там не сильно Надо Австрия Может за ней Зайти Вот это Мне не нравится Опять-таки Давайте Делаем Вот так Не уверены На что Это влияет Но мне кажется Да И давайте Даже Подмобилизуемся Чтобы еще Страшнее Выглядеть Нихря Это не поменяло Уровень Мобилизации Общение На что Не влияет Это Абсолютный Бред Короче говоря Только что Я это Так сказать Научным путем Выявил А в среду Не взошла Ух Нам Видимо Предстоит Очередная Война С мажорами Мы никак Не перестаем Воевать С ними Только в этот раз Это Австрия И Австрия Такая Ну Более-менее Солидная Франция За нас Зайти Не хочет Вообще И по таким Предлогам Мы сейчас Потеряли Маневры Что ли Здесь нет Потому что У нас Франции Все равно Не было Так вот Так что В следующей серии Мы будем Сейчас по жесткому Воевать Вот А это Подошла К концу Сываем Подлогой Подписывайтесь Наконец Вы еще Вдруг Не подписаны Лайки Комментарии Все как Обычно И до Скорых встреч Пока